Музыка Началось заседание с торжественного момента. Победившим на дополнительных выборах вручили удостоверения и нагрудные знаки. Напомню, наибольшее доверие в единый день голосования избиратели выразили Сергею Саукову, Жанне Цукановой и Алибеку Джабуеву. Кроме того, председатель Гордумы Полина Шумова вручила почетную грамоту представителю губернатора Наталье Рябченко. Это награда за плодотворную совместную работу. Для меня само ваше признание, наше взаимодействие, для меня это очень важно. Спасибо большое, Полина Михайловна. Теперь депутатский корпус в полном составе. Впереди много работы. Задача общая для всех, вне зависимости от партийной принадлежности. Это развитие нового Уренгоя. Глава города выразил уверенность, сообща, удастся достичь поставленных целей. Вы попали в самое интересное время. На самом деле, трудное время. От этого задача становится и интереснее, и сложнее в своем роде. Но, я думаю, сил, опыт у вас у всех предостаточно. Поэтому вместе будем делать, единым целым, мы не делим нашу команду на депутатов, на чиновников. Все вместе будем заниматься нашим любимым городом. Первый вопрос повестки – бюджет 2022 и плановый период на предстоящие два года. Доходы и расходы выросли, поэтому главный финансовый документ актуализировали. Теперь он выглядит следующим образом. Департаментом финансов Янала предоставлены изменения, согласованные по всем позициям. В результате внесенных изменений в 2022 году доходы составят 18 миллиардов 600 миллионов рублей. Расходы – 20 миллиардов 370 миллионов рублей. Дефицит бюджета – 1 миллиард 770 миллионов рублей. Источником финансирования дефицита бюджета будут являться остатки бюджетных средств на начало года. Также депутаты одобрили инициативу по изменению границ Нового Уренгоя и Пуровского района. Она предполагает присоединение к газовой столице территории в Северном районе и вдоль дороги в сторону Карачаева. Теперь инициативу предложат на рассмотрение Думи Пуровского района. После этого документ возьмут в работу депутаты Заксобрания Ямала. Также городские народные избранники внесли изменения в состав фракции «Единая Россия». Павел Прожогин, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». Поэтому нищие дать своего свободы.